Приветствую друзья, на связи GrimOptimist Ничего кроме пушки у этой машинки нет На самом деле, могу сказать, что это правда Потому что я, честно говоря, когда Носфорн еще только анонсировали, что он выйдет Я ожидал, что он будет быстрый, но этого не случилось Несмотря на то, что у него база от Хумеля, по сути Машина, ну не сказать, что быстрая Нельзя сказать, что она прямо дико-дико медленная Но ее динамика это явно не сильная сторона Ее хватает, чтобы только занять какую-то позицию Все, больше ни для чего хорошего ее не хватает Бронирование у нас отсутствует в принципе вообще То есть пробивают все, всегда Если на нас обратят внимание профильные артоводы То первое же прямое попадание по вам Закончится отправкой вашей в ангар Потому что брони нету и кроме того рубка открытая Но при этом, поскольку у нас открытая рубка Обзор все-таки 390 Вот это довольно немало, надо сказать И на шестом уровне это приятно Но это не самый большой показатель Надо помнить, что на шестом уровне есть и получше Что касается орудия, ребята То пушка действительно очень неплохая Она вообще напоминает мне орудие тигра У нее практически такая же скорострельность, как и у тигра При этом Такое же пробитие, такой же альфа-страйк Чуть получше точности и получше время сведения То есть пушка действительно хорошая Тут как бы сказать нечего И проведя, скажем так, анализ всего вышесказанного Можно сделать вывод, что это машина Такая вот для профильных ПТ-водов То есть стоять где-то в кустах возле базы Или не обязательно возле базы И настреливать по чужому засвету Как только на вас обращают внимание На этом ваша игра заканчивается Потому что вам, ну, ХП у вас нету Брони нету И убивают просто с одного залпа Это я уже проходил и замечал Значит, что из доп. оборудования я поставил Это досылатель, оптика и приводы наводки Которые на самом деле не сильно нужны Но особо ставить больше нечего Расходники стандартные Перки на экипаж Самое главное, я так понял, маскировка Поэтому именно ее я и оставил То есть экипаж это с Ягдпантеры второй Которую я что-то разонравился на мне Я на нее забил То есть и дальше тут на стабилизацию Ну, в общем, тут немножко ремонт Короче, самое главное, чтобы нас не видели И самое главное, лампа, естественно Вот, что касается боекомплекта Учитывая хорошее пробитие ББшками Голды я взял совсем чуть-чуть Буквально вот одну восьмую боекомплекта Фугаса я на таком калибре маленьком не вожу Вот, и давайте отправимся в бой Попробуем что-нибудь попробовать сделать Такое хорошее или не очень хорошее Как уж повезет В целом, говорю на схорн Могу сказать, это абсолютно не моя машина Вот, этот танк, он слишком скучный для меня То есть на нем нужно стоять Вот, стоять долго иногда Иногда не очень долго И не светиться Стрелять по чужому засвету Когда появляется такая возможность Вот, закинул у нас в шестерку То есть в топ Но при этом карта относится к разряду Мягко говоря, не очень удачных При этом два у нас артовода В каждой команде Вот, это тоже не очень хорошо Сейчас посмотрим, куда можно поехать Тут вариантов Можно встать, как настоящий ПТ-вод На базе где-нибудь Можно поехать чуть-чуть налево Сейчас посмотрим, как наши разъедутся Потому что Ну, не люблю я делать выводы, короче Пока непонятно, кто куда Так, Хелкот, 49-ый Пока тут Так, это два наша не прогрузилась Тут сейчас просто часто очень вылазит кто-нибудь Наверное, я все-таки это Говорю, как профильный ПТ-вод Встану куда-нибудь И буду Стрелять по чужому засвету Потому что Ну, я говорю Я пробовал на ней играть активно Это ничем хорошим не заканчивается Это факт Встанем так, чтобы не засветиться Лишний раз Так, что-то совсем они там Никто не поехал Будем держаться позади Да, я что-то слишком, наверное, осторожничаю Я не думал, что сейчас там это Начнется какое-то месиво Но Обычно я на эту карту попадал Только на высокоуровневых боях И там Как правило Сразу же происходил батл На середине То есть вот здесь вот Так вот, сейчас Может быть, кого-то увижу Да Видно Кусочек штуга Третьего Сила Хелкот, конечно, наш Слишком сильно вылез Я не совсем понимаю Зачем вообще было так вылазить Треть четверка Здесь Хотя на самом деле Уже слишком сильно вылажу То есть я слишком далеко поехал Надо стоять ближе К базе Ближе к кустам Каким-то Тут довольно палерно Что я еще раз повторяю Вас фокусят Потому что все понимают Что брони у вас нету Пробить вас легко Это раз И арта вас добит Это два Держаться желательно За кругом отрисовки Вообще По возможности Так, наши там что-то Сливаются Как-то мне не очень-то нравится Кого-то отхватывают Понятно Они сейчас только Просто тупо Здесь все сольются Никого не засветят даже Это я уже понял Но с другой стороны Если я отсюда уеду То фланг Блин, у нас там все слились уже Фланг-то голый Останется Практически Так, Черчилль здесь Ага Так, сейчас посмотрим Они возможно Подсветят кого-нибудь в городе И мы сможем Пострулять чуть-чуть Так Так, вон Засветился СТ-шка засветилась Так 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 Ну блин Наши все слились Ну что такое Они фуловые все Блин Как они там сливаются Даже не могут Блин Одной плюхи дать Ну что за дела Просто в сухую выносят Даже ничего не могут сделать Без шансов вообще Ой, сейчас Черчилль Меня будет накидывать За камнями Только от него Одна возможность Спрятаться Черт Сейчас тут приедут уже По З3-4 приехал Просто отлично Ни черта не видать Да, меня долбят Пока я Говорю Будь я на каком-нибудь Нормальном танке Вот я бы Что-то смог здесь сделать Тут, блин На этом корыте Пока развернешься Пока что там Ой, кошмар вообще Короче, не знаю Да, поиграл Дима Ну, блин Что я могу сказать Команда слилась Я не ПТ-вод На ПТ-точить не умею Поэтому Тоже слился Ой, ну Что я могу Не знаю Какой по первому бою Итог Машина вообще Не терпит никакого внимания То есть Как только вы светитесь Вы умираете Вот Я такой геймплей Не очень люблю На Хелкоте Понимаете На нем есть башня На нем можно танковать Через маску В конце концов Хотя бы как-то Можно как-то прятаться Там что-то быстро делать На этом То есть Занять позицию Встать Стрелять Все Больше вы Ничего не можете Ну можете убить Какую-нибудь мелочь По ДПМ Если она на вас выйдет Как вы видели Да, я убил Т-34-2 Все Ничего вы больше Сделать не можете То есть Если вас окружает Вы труп Если на вас Фокусирует огонь Вы труп То есть Не знаю Не совсем Мой геймплей Я вот Мне многие Мои зрители Советуют Борщик прокачать Я вот именно Это сейчас и делаю Но у меня есть Скажем так Такое мнение Что мне не понравятся Борщики Я не люблю стоять в кустах Вот весь бой То есть Это не мое То есть Я люблю Средние танки Это не значит Что я прям В какое-то Пекло Постоянно лезу Нет Я и на средних танках Аккуратно играю Но Когда меня в чем-то Ограничивают То есть Искусственно Ограничивают В тактике Я это не люблю Именно поэтому Средние танки Это мой класс Так Тут у нас Еще одна Ублюдочная карта Которая еще хуже Чем та Вообще Хуже чем любая Карта Это самая Моя нелюбимая Карта вообще На данный момент В игре И тут вообще Не знаю Что делать Если честно Будь я на том респе Я бы встал там На одну позицию И стрелял бы с нее Весь бой А на это я делать Ничего не умею По крайней мере На ПТ точно На СТ Я бы поехал Наверх туда Наверное Там в принципе Неплохо Можно подолбить При желании А на ПТ Я вообще Не знаю Что делать Куда вставать Черт его знает Слышал что Штурер имел Еще хуже Чем на Скор Но Не знаю Я вообще Наверное За свободный Буду проходить Его Там Он еще медленнее И Такой же Картонный Блин Это Так у нас тут Хелкот один Это вообще Печель Я Я вообще Не поеду Вперед Идите В пень Я С одним Хелкота Каши Точно Не сваришь Так Так А профиль на артоводу То есть Есть В команде Куда же Без них Блин Только хотел Стреляться О Ис Ну-ка Ну-ка А его Не видно Видите В чем Проблема Вот Тоже Дикер Макс Мне нравится Гораздо Больше У него Есть Одно Большое Достоинство У него Пушка Вниз Нормально Опускается Понимаете Можно Вот как Хелкот Сейчас Делает Выезжать И долбить Тут Вообще Не катит Эта Тактика Потому что Пушка Не опускается Вниз Вообще Практически Как Играть Я не знаю Говорю На этом Корыте Скорость Вообще Никакая Ну Поставил На каток Ок Не пробил Да Отлично Так Кв Засветилась Ок Кому нравится Стоять Настреливать Для тех Эта машина Идеально Подойдет Я не знаю Как бы Мне это Скучно Я играю в игру Уже больше Трех лет И Для меня Как бы Говорю Стоять Стрелять Это Не совсем То Что Я хочу Получить Не совсем Тот Геймплей Скажем Так Ну Вот Удачно Встал Говорю Удачно Пострелял Противники Светились Все нормально Не встал бы Удачно Было бы Нормально Как бы Я не говорю Что она Плохая То есть Что он Плохой Прямо Этот Носфор Нет Он Нормальный То есть Как бы Есть Гораздо Хуже Машины Та же Это Французская ПТ Которая Вообще Ужас Тихий Просто Я не знаю Как на ней Играть Там Пушка Полчаса Сводится Неиграбельная Вообще В принципе Топовая По крайней Мере Да и Предтоповая Тоже Шлаг Так Что-то Мне не нравится Все Так Хелкот Едет Сюда Давайте Мы его С вами Встретим Или Нет Он Не Едет Какого Черта Наши Сливаются Там Там Встал На балконе Этот Товарищ Или Что Нет Не Встал Кстати На балконе Есть Шанс Попасть Когда Так Стреляешь Блин Еще Сливаются Они Пипец Вообще Вот Допустим Вот Та от такой возможности. Блин, она сейчас всех посливает там. Фу, забрали. Не надо же. Ну что, сейчас ждем засвета, стреляем. Позиция тут хорошая. Относительно. Можно все что угодно прострелить с ним. Где у них артоводы профильные стоят, интересно. Тихо. Твою мать, я не усвоил. Так, накут на каточек поставил. Ну что ты, зачем ты его затолкнул туда? Кто тебя просил? Ну, таранье-то надо было так это умудриться. Хотя необходимости таранить на самом деле не было никакой. Так, чисто по приколу. То есть, танк реально очень сильно зависит от команды. То есть, если бой хороший, если вы встали на нормальную позицию, если противники светятся, вы стреляете, вы наносите много дамага. Если бой не очень хороший, и говорю, то есть, под какие-то не очень подходящие для вас условия вы не можете к ним адаптироваться никак абсолютно. То есть, вы зависите от них на 100%. Где у них эти артоводы-то, мать их? Профильные. Короче, вперед поехали. Надоело настоять. Все, один готов. А, ушел. Блин, надо было оставаться на позиции. Тогда бы удалось, наверное, стрельнуть по нему. То есть, вот такой вот геймплей. Ну, сейчас третий бой еще откатаем, а то два что-то какие-то эти вшивые боя, два вшивых боя таких получилось. То есть, да, пушка хорошая. Ну, зачем? То есть, есть тигр, бери тигр. Там тоже самое орудие, только там нормальный корпус, есть башня, да, он там на уровень выше. Ну, и что? Как бы 1300, кстати, дали опыта странно. Что-то больно много. Вроде ничего толком не сделал, как будто там, ну, вообще ни о чем. Не знаю. Давайте еще разок откатаемся. Будем итоги подводить. Ну, говорю, то есть, танк, я не скажу, что прямо вот какой-то шлаг, знаете, бывает. Вот прямо вот ужас тихий. Нет. То есть, играть можно вполне, но... Зачем это делать? Вопрос. Хотите борщ, хотите вафлю, сотку? Не знаю. Я лично не очень не хочу борщ, чисто так вот. Ну, качаю борщ, чисто... Ну, посмотреть просто. Как бы поделиться с вами своим мнением. А так мне вообще неинтересен этот танк. Вот там у борщика, у него хоть башня есть. Блин, вообще не знаю, куда вот... Вот куда на этой карте ехать, на этой ПТ-шке? Тут везде светят и везде простреливают. Учитывая, что пробитие хорошее, я не знаю, может тяжем помочь съездить. Совсем-совсем издалека стрелять только. Вообще не подставляться. Можно, в принципе, попробовать. Чем это закончится? Не знаю. Но думаю, вряд ли чем-то хорошим для меня. Оп. Пробитие. Пробитие. Сейчас он меня... Если он заедет ко мне, это будет жопа. Сейчас, может, еще артовод по мне профильный настреляться легко. Я дальше этого куста вообще не поеду никуда. Хоть меня режьте, нахуй. Не хочу. Пробитие. Я так. Продолжение следует... 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 КВ-4, бот он или что? Какой-то странный очень он был. Вот, ну наши затащили, молодцы. 71-й, наверное, всем-всем накидал. В принципе, я думаю, за этот бой будут неплохие, кстати, результаты. Учитывая, что мы победили, я немало настрелял достаточно. Неплохой урон все-таки, 2200, ну, по восьмым уровням, в том числе на шестерке, это нормально. Ну, то есть, короче, итог какой, говорю, танк для ПТ-водов. ПТ для ПТ-водов. Есть ПТ для любых игроков, как Хелкот, например, да, он понравится не только ПТ-водам. Скорее, ПТ-водам он не понравится, наоборот. Есть танки для ПТ-водов. Вот Носхорн классический вариант. Нравится класс ПТ, нравится стоять весь бой в кустах, это техника для вас. Если вы, скажем так, постигните дзен маскировки, то думаю, что все будет ок. То есть, вы будете нормальный дамаг на нем набивать и так далее. Я вот не очень умею играть на ПТ, поэтому у меня получается, как вы видите, в среднем достаточно. Вот я, блин, хочу уже убейте его уже, этого Хумеля, потому что хочется мне результаты посмотреть этого боя. Вот как будет сборщиком, не знаю. Штурер-Эмиль, честно говоря, я боюсь его как-то покупать, потому что есть у меня большие подозрения, что меня от него будет воротить. Вот я в последнее время стараюсь не играть много на танках, которые мне не нравятся, то есть проходить их как-то за свободку или вообще забивать. Надо было просто... Он, по-моему, АФК. Нет, не АФК. Сейчас наш КВ-4 будет ползти на горку. На самом деле, на 71-м вообще не проблема была бы убить Наскорна. Ой, Наскорна, говорю, этого... Хумеля, да. Да, убиваем его все. Красавчик все. Молодец. Все, по дебиле. 71-й не взял воина, к сожалению. Сыграл он, кстати, неплохо, в целом. Молодец. Несмотря на то, что скилл вроде как невысокий, но сделал он больше меня. Итак, значит, что у нас по результатам. Танкист-снайпер, знак классности второй степени. 800. Нет, опыта 1251 такого. Ну, по дамагу я, кстати, на третьем месте. Вот это... В восьмерке это неплохо. Вот один фраг у меня. Ну, в общем, вот такая вот машинка. Не знаю, что еще сказать. Я потом сделаю по ней ролик уже, когда подкатаю побольше. Там уже будет видно, наверное, более как-то все явно. Так, плюсы и минусы там и так далее. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Всем удачи. Пока.